Всем привет, это Агрокурьер. В этом выпуске освещу и раскрою сразу несколько тем. Первая из них это потребительская кооперация. Это такая сложная, производственная, бытовая и торговая система, которая, к счастью, еще осталась в нашей сельской глубинке и с помощью государственной поддержки осваивает и развивает новые направления. А главное, обеспечивает наших жителей вкусной и натуральной продукцией. Все это на примере Клявлинского райпо. Как поживают здешние кооператоры, расскажу прямо сейчас. Что они сам разбудят? Всегда в бодром настроении и одеты с иголочки в чистых выглаженных спецовках у водителей Клявлинского райпо пересменок. Кто-то уже сделал рейсы в отдаленные села, а кто-то еще собирается довезти до жителей горячий хлеб. А в рейс один выезжаешь или с напарником? В рейсы мы ездим одни. Бывают с выездным продавцом. По деревням, по селам мы ездим, выездной продавец выезжает. А так в основном мы ездим все одни. Мы как водители, экспедиторы. Ну покажи, что все новое. Все новое, удобное, что сделали. Переключение КПП. Так в основном все хорошо, мягко, тепло, уютно. У кооператоров очередное пополнение в автопарке. Экономичные и быстроходные машины пришли на смену тяжеловесным грузовикам. Хорошие подспорья для тех, кого всегда ждут. Развозят продукцию кооператоры в самые удаленные села, куда частника калачом не заманишь. А где вообще нет магазинов? Райповская автолавка единственная, кто приедет на выручку. Транспорт удалось обновить по областной госпрограмме развития потреб кооперации. А это немалые субсидии. Если фургон, возвращают половину стоимости. А если автолавка, то все 90%. С нее мы и торгуем, ездим по селам на торговле, где нету наших магазинов. Ну, торгуем выпечкой. А раньше что было? Какой транспорт? Старенький уже? Ну, был, да. Меняют каждый. Хорошо, спасибо. Вот ты загружаешься в рейсы и сколько сел можешь за один рейс? За один рейс? Ну, 10 и более сел мы проезжаем. Мы ездим даже в Оренбургскую область. Проезжаем достаточно нормально. И по километражу тоже проходим. У вас теперь даже, смотри, есть Клявлинское райпо. Да, у всех они есть почти. Ну, когда обновление автопарка, это очень хорошо, да? Очень хорошо. А вот еще яйц рейсы тоже новое, нет? Да. Тоже вот получили два года. А вот и Святая Святых, где производят ту самую долгожданную продукцию. Практически все жители района знают вкус райповского хлеба, который пекут по старинной рецептуре без добавления улучшителей. Настя, вот мы сейчас находимся с тобой. Около нового нашего тестомеса. Что за помощь? Который нам приобрели в помощь старому, чтобы облегчить, ну, труд ихний, наверное, на этих старых тестомесах уже. Сколько ему, вот, соседнему? Ну, ему, я не знаю, 30 лет. Так, а вот сейчас чем он может ему помочь? Чем помочь? Ну, лучше месит, тесто насыщается кислородом, и бопичка лучше получается. Чем он сейчас загружен, что там? Мы сейчас месим тесто для лаваша. Так, у нас там мука. Мука и по рецептуре соль, сахар, масло, дрожжи. Прессованные. Мука выше соль? Мука, да. Все из мушки делаем. А вообще вот тебе нравится на хлебозавод? Работать в пекарне? Да. Чем так вот тебе хлеба-то прикипело? Чем? Чтобы кормить людей, чтобы дома не старались. А мы вот испекли, они пришли, магазин купили, и довольно сидят, едят. Показываем уже готовую продукцию, которая на выходе будет. Да. Это вот лаваш. Да. Который должен получиться. Который я сегодня ночью пекла. Вот. Да. Это ваш ночной труд. Да. С кунжутиком. Ну, да. Ну, конечно. У нас ничего невкусного не бывает, у нас все вкусное. Лаваш какой? Я даже думал, что он толстый. Нет, это у нас другой. Клявинский, да? Лаваш толстый называется, да. Ну, точно не для диеты, да? Зачем? Там нету ничего жирного, кроме масла растительного. Благодаря областной программе хлебопеки проводят модернизацию и обновляют в цехе оборудование. Так недавно запустили в работу газовую печь. Мы продукцию сделали, она все готова, мы ее засовываем в печку, программу задаем, и она пекется, следить не надо. Когда все готово, она издает звук, и мы подходим и паскиваем. Все автоматика? Да. Ну, вот здесь новая печка. Да, новая, газовая. Чем она хороша? Ну, она печет все хорошо, то, что не надо допекать ничего, она там все сразу, как говорится. На старых печках надо было допекать некоторые, а это ничего, сразу все нормально. Мы печем хлеба, батоны, булочки разные. Наши продукции поступают в сады, школы, магазины, на выставки, на всякие, на разные. В сутки Райпо изготавливает по 2000 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Ассортимент почти 60 наименований румяной продукции. И вот они получились уже с пылу, с жару, рогалики. Смотрите, какие пышные, горячие, ах, ах, наверное, невероятно вкусные. Из новой печки, только что испеченные. И сразу же, наверное, сейчас к потребителю, для сельчан, в разные села отправится эта вкусная продукция. Недавнее наше направление на слоеное тесто. Из-за этого мы приобрели вот эту вот батон, это, раскаточную машину. Это сейчас новое направление, оно очень набирает силу по всей России, даже, по-моему, очень эта популярная слойка становится. И вот мы тоже как бы в ногу со временем шагаем. Автоматика обеспечивает высокое качество продукции, но все же главное в производстве руки пекаря и кондитеров, через которые передается энергетика. С доброй душой, с добрыми помыслами, потому что тесто, оно все-таки все равно живое, впитывает информацию, и с каким настроем ты пришел на работу, такая и выпечка будет. Энергетика, да? Да, поэтому, видимо, у нас в основном добрые люди работают, и я думаю, из-за этого вкусно и нравится всем наш хлеб, наша выпечка. Попали в мучные перипетии. Райпо – это очень такое громоздкое создание, система, где очень много-много разных цехов. И сейчас мы попали в мастерскую. Да, это кондитерский цех, но больше похоже на какую-то… похоже на художницу. А что вы сейчас делаете, и расскажите, для чего? Для чего? Это декорации, как говорится, декоративные элементы для тортов. Это шоколад у нас, и разукрашиваем, потом будем украшать тортики. Покажите, что за героиня у нас будет, это, наверное, явно будет какой-то детский… Это у нас русалочка, да, для детских тортиков. А вот и цех мясных полуфабрикатов. Все производство исключительно из натурального сырья от фермеров. Тут вообще много уделяют внимания работе с местным населением и качеству продукции. Кормим очень много, продукции наши востребованные. Хорошо берут все, что мы выложим на прилавках, потому что у нас без консервантов, скажем так. Хотя это банально звучит, у нас все свежее, сроки годности минимальные. Люди приезжают, увозят с собой гостиницы, даже в другие районы. Не сказала еще самое главное, что у нас цех, вот где мы сейчас находимся, это по изготовлению мясных полуфабрикатов. У нас… Все вручную. Смотрю, обычно. Ручной труд. Тепло, рук. Тепло рук, тепло души. Все делаем от души, все вручную. Задача кооператоров – заготовить, произвести и накормить жителей натуральными продуктами. В глубинке для райпо это становится важной социальной миссией. Можно так сказать, вкус детства. У них и изумительные и свои продукции, и лимонад, и копченые продукции, выпечка, хлеб и так далее. И очень хорошее обслуживание. Мы свадьбу проводили. Я когда-то работала медиком в старом Клауше, тут в больнице работала, в общем, ну местная, как бы. А сейчас вот мама осталась тут одна. Спасибо, молодцы, обслуживание хорошее. Даже вот на рынок они выезжают, продукция, райпо – очередь всегда, хочу вам сказать. Булочки, хлеб вкусный, хлеб обалденный. Брат говорит, вот у нас в Кантыбансийске бы такой хлеб пекли, очень вкусный. Торговля – это самое крупное подразделение в райпо. В структуре оборота занимает 60%. Продукцию реализуют в собственных магазинах и в центре питания. Благодаря новым возможностям, которые дала областная программа поддержки потребительской кооперации, Клявлинское райпо активно участвует в госзакупках, снабжая продукции школы и детские сады. Также местные кооператоры сумели выйти и в федеральные торговые сети. Хочу выразить огромную благодарность правительству Самарской области, министерству сельского хозяйства, о том, что программа, которая работает и действует в настоящее время по развитию потребительской кооперации. Без этой поддержки мы бы в ускоренном моменте не использовали такую модернизацию. Поэтому мы выражаем огромную благодарность им. И также хочу выразить огромную благодарность его нашему коллективу за тот добросовестный труд, который, в общем-то, они действительно вкладывают, за то понимание той нашей задачи, в которой в настоящее время. Ну и еще одна тема, о которой очень хочу с вами поделиться, это то, как поживают наши самарские небольшие фермерские хозяйства, ну и которых в воловом региональном продукте неуклонно ежегодно растет. Они не только развивают свой бизнес, но и, что самое важное, открывают новые рабочие места. Все это, конечно, благодаря господдержке. Такие программы и инструменты действуют, расскажу далее. Чеснок вырос, я мульчером прохожу, срезаю верхнюю часть и, соответственно, остаюсь только чесноком выкопать. Александр Анухин теперь полностью подкован, чтобы успешно довести свой проект до ума. Житель Красноярского района недавно вернулся из Самары на малую родину и занялся сельским хозяйством. Выбор остановил на чесноке, который нынче в спросе и весьма рентабелен. Составил бизнес-план и выиграл гранд-агростартап. С набором сельхозорудия будет выращивать как чеснок, так и мускатную тыкву. Полезные овощи расходятся на ярмарках на ура. Гранд помог, потому что начинал я с той техникой, которая оставляла желать лучшего, так скажем. Техника старая, трактор старенький у меня был. На средства гранда я приобрел новый трактор, новое навесное оборудование, с помощью которого удается хорошо и эффективно работать. Александр Бурмаатнов в деле создания экологической продукции как рыба в воде. Вместе с супругой с головой окунулись в проект по выращиванию радужной форели. Трамплином для развития также стал полученный гранд по программе «Начинающий фермер». У себя на участке построили здание, где установили бассейны с автоматической системой очистки. Рыба тут плечется в кристально чистой воде. Хозяйство уже отладило процесс воспроизводства от икринки до взрослой особи и готово поделиться своими секретами с гостями. На это и нацелен уже другой гранд – агротуризм, который удалось выиграть совсем недавно. Будет показывать туристам, соответственно, ферму. Ну, так бы планируется у нас как бы еще и создание небольшого водоема, где будет рыбалка. Потом будет создан такой, как бы, контактный зоопарк. Ну, и, соответственно, природу нашей красоты. А в этом хозяйстве уже научились совмещать полезное с приятным. Супруги Красненко 8 лет живут рука об руку с козами. Производство тут замкнутого цикла от поля до прилавка. Супруг старается, чтобы любопытным блондинкам было сытно и комфортно в помещении. А жена познала секреты технологии изготовления более 50 видов сыра. Объемы производства растут. Все потому, что на базе пополнения на гранд-по программе «Семейная ферма» закуплены 50 племенных коз. Со всеми нюансами жизни хозяйства Красненко охотно знакомит туристов. Сервис у нас лидирует в этом направлении, развивается. И, естественно, агротуризм, он дает свою прибавку для того, чтобы ферма могла, ну, выживать там, как-то себя содержать. Это очень важный момент. То есть много комплекса. Нельзя вот это молоко, я сделал и все. В Самарской области работает почти 1900 крестьянских хозяйств. Поддержку по различным программам может получить как уже действующий фермер, так и тот, кто только собирается им стать. Кстати, благодаря грантовой поддержке за 4 года в области создано почти 450 новых рабочих мест. А доля небольших ферм в воловом региональном продукте сейчас составляет уже почти пятую часть.